Главная цель госпрограммы – развитие эффективного рынка труда в регионе и обеспечение прав граждан на защиту от безработицы. В этом году на ее реализацию в регионе из областного бюджета направлено 56 миллионов рублей. В рамках госпрограммы реализуются 12 мероприятий. Сейчас они проводятся удаленно по интернету либо по телефону. В этом году реализация госпрограммы особенно важна. По состоянию на 1 июля в Муроме численность безработных граждан составила 3309 человек. В то время как в июле прошлого года их было 1534. Это граждане, которые потеряли работу не обязательно после начала пандемии, но и граждане, которые потеряли работу довольно-таки давно, просто на данный момент решили обратиться в службу занятости. Как раз граждане, которые потеряли работу после 1 марта, мы такой ведем отсчет, как раз из-за пандемии, скажем так, таких порядка 30%. Одним из эффективных способов помочь таким гражданам вновь обрести работу являются оплачиваемые общественные работы. В этом году в них приняли участие 97 жителей Мурома. Получить услугу просто. Нужно всего лишь заполнить заявление в центре занятости и предоставить паспорт. Также воспользоваться услугой можно через портал госуслуг. Такие работы предполагают временное трудоустройство. При этом с человека не снимается статус безработного и он получает материальную поддержку. Этим способом воспользовалась Екатерина Горецкова. Работу она потеряла пару месяцев назад и практически сразу устроилась на общественные работы в медицинский центр. Каждый день отвечать на телефонные звонки, записывать пациентов, также по кассе вести, кассу. Поначалу было сложновато. Меня все поддерживали, помогали. Где-то помогали обучиться. Так, потихонечку. Работодателям предоставление вакансий для общественных работ также приносит плюсы. Затраты на зарплату временным работникам компенсируются из областного бюджета. Кроме того, именно общественные работы позволяют найти нужного сотрудника в короткие сроки и часто временные работники становятся постоянными. Как правило, это люди, ну скажем так, проверенные, то есть имеющие какой-то трудовой стаж. Всегда можно найти предыдущих места работы. То есть мы знаем их историю, мы видим их резюме и они более ответственны, то есть они соблюдают те требования, которые к ним предоявляются. Еще один вид временной занятости – это программа стажировки для выпускников высших и профессиональных учебных заведений. Она стартовала в 2017 году. За три года в ней приняли участие 150 человек. Длится стажировка три месяца. По ее окончанию стажер может устроиться на постоянную работу там же, где проходил практику. Вот уже три года с помощью этой программы находит новых сотрудников Муромашзавод. В течение нескольких лет предприятие активно сотрудничает с Центром занятости. Много программ, которыми мы пользуемся здесь, много программ разрабатываем совместно с Центром занятости. Мы учим людей, учим инженерным специальностям, учим рабочим профессиям. Сейчас на Муромашзаводе проходит практику около 30 студентов со всей страны, трое из них – жители Мурома. Ребята практикуются в токарном цехе на станках с ЧПУ, каждый под руководством опытного наставника. Алексей Деблин стажируется уже неделю. В прошлом году он окончил Муромский техникум радиоэлектронного прибора строения, затем прошел военную службу и после демобилизации пришел на стажировку. В будущем планирует устроиться на постоянную работу на заводе. Мне очень нравилось здесь работать до армии, и поэтому, как только я пришел после армии, я буквально через неделю пришел прийти и поработать. Делаешь то, что своими руками, то, что у тебя получается по своей профессии, в которой ты учился. Сейчас в Владимирской области проходит стажировку 7 студентов. Департаменте труда и занятости уверены, в августе это число вырастет. А в общественных работах с начала года приняли участие 648 человек. До конца года на них планируется направить не менее 1250 человек. А в августе начнется реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда. Эти мероприятия включают в себя организацию временной занятости работников организаций, находящихся в режиме неполной занятости, а также мероприятия по организации общественных работ граждан, которые обратились в органы службы занятости и состоят на учете в качестве безработных. За участие в этих мероприятиях работодателям также возместят затраты на зарплату работникам. На эти цели из федерального и областного бюджетов выделено 34 миллиона рублей. До конца года в дополнительных мероприятиях примет участие более 700 жителей региона. Анна Киселева, Евгений Калинин, Виктор Калабин, Телеканал «Вариант».